продолжаем репортаж о восстановлении двигателя чз 472.5 этот как раз тот картер который я запрессовывал бронзовую втулку сейчас сейчас уже все песко строится от вовсю я чуть просто немножко подзабыл здесь в общем крышка уже на песочина отдельно было потом я понял что блин какую-то херню я сделал надо все теперь песочить ну что поменьше песка было в движке конечно движок уже все набилось здесь уже весь старушачий движок тоже весь в песке все заткнул но все движок будет разбираться так что можно еще сразу сделать в общем и дори этот двигатель потихоньку до хера конечно мест который песок песку очень тяжело попасть потому что идет так сказать сопротивление то есть увидите мне тяжело да как бы попадает песок но в то же время его получается в обратку воздухом как бы выталкивает получается что не пропесочиваются эти места конечно хреново сейчас камеру включу видите такая вот херня остается такая есть тоже немножко остается так вообще все бодрячком такой приятный матовый цвет приобретает двигатель после песка конечно здесь он вижу был зачуханен и сейчас я открою крышку опа вуаля что мы видим подшипники классно классно вот это да вот это картер вот он такой здесь все это песочком знаете как вообще на раз отлетает ну вот такие дела в общем херача потихонечку движок тоже рушачий видите пылик сколько вы даже видно даже камеры снимает пыль были конечно дохрена ладно дальше продолжать пидорить по результатам потом отсчитаюсь ну вот очень нет продолил я этот картер просто зверевший это кстати у нас раковина на картере и раковина так что картер сразу скажу картер поеденной цепью всего достаточно это классика когда ездит без кожуха цепи цепи вот это все дело просто сгрызается ну ничего так в общем то в остальном он бодрячком надо будет еще резьбы прогнать все на этом картере вот потому что как зачастую показывает практика не вечно отверстие под эти винты скрепляют двигатель не вечно убитые и вернее даже не убитые забитые говном герметики просто всякая херня от прокладок остатки всякая в общем сячина можно всего много найти так что я всем рекомендую все эти отверстия обязательно прогонять брать мечик и аккуратненько прогонять маслицем вы можете для этого использовать шуруповерт только нужно поставить на троечку или на двоечку допустим нужно чувствовать чтобы не сломать мечик все таки неопытным лучше брать короче все делать вручную в общем брать вороток и дрочить эти все эти резьбы так что пока все